здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас сегодня мы продолжаем с вами читать вместе евангелие от луки мы с вами читаем 14 главу сегодня прочитаем два фрагмента или как мы говорим два зачала и начнем мы с вами со стиха 16 и дойдем собственно говоря до конца 14 главы как всегда вначале мы читаем а потом немножко поговорим о прочитанном напоминаю для тех кто с нами первый раз что мы читаем на церковнославянском языке согласно нашей русской православной церковной традиции таким образом делаем два полезных дела учимся воспринимать слушать церковнославянский язык чтобы легче было потом на службе в храме и так если вам трудно берите в руки евангелие на русском или любом другом языке и следите за нами он же речи ему человек некий сотвори вечерю велию и звам ноги и посла раба своего в год вечерем рещи званным грядите яку уже готова суть вся и на чаши в купе отрицатися в си первые речи ему село купих и имам нужду языте и видите е молютеся и мемя отречена и другие речи супруг валовных купих пять и гряду искусите их молюте и мемя отречена и другой речи жену паях и сего ради не могу прийти и и пришед раб той поведа господину своему сия тогда разгневася дому владыка речи рабу своему изыди скоро на распутия и стогны града и нищие и бедные и слепые и хромые введи сему и речи раб господи бысть як уже повели и еще место есть речер господин крабу изыди на пути и халуги и убеди в нити да наполнится дом мой глаголю бы вам яку не един мужей тех званых вкусит мая вечери мнозибу суть званий мало же избранных идя хуже с ним народе мнозии и обращся рече к ним аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь и жену и чады братью и сестр еще же и душу свою не может мой быть ученик и и же не носит креста своего и вслед мне грядет не может мой быть ученик кто бы от вас хотя и столб создать и не прежде ли сед расчтет имение аще имать еже есть на совершение да никогда положит основание и невозможит совершите всевидящие начнут ругатеси ему глаголюще яку сей человек начат сдати и не може совершите или кий царь и дыку иному царю снитесь с ним на брань не седли прежде совещевает аще силен есть среться с десятью тысяч грядущего судьбе мана десятма тысячи манань аще ли жени еще далечу ему сущу моление послав молится о смирении так у оба всяк от вас и жене отречет со всего своего имения не может быть и мой ученик добро есть соль аще же соль обуяет в чем осолиться ни в земли не в гное требует вон и сыплют юл имея уши слышите да слышит здесь мы с вами начинаем с продолжения разговора спасителя с присутствовавшими на вечере на трапезе до субботний в доме фарисея помните в прошлый раз мы остановились на том как господь упрекал за то что люди стараются занять первые места до на трапезе затем господь дал поучение хозяину дома что не нужно приглашать тех кто сможет тебе отплатить тем же а звать наоборот тех на угощение которые ничем тебя отблагодарить вообще не смогут и дальше один из возлежавших сказал блажен кто съест обед в царстве божием до блажен кто будет на этой трапезе в царстве небесном где воздастся всем праведным да и вот тогда господь объясняет теперь да что такое трапеза в царстве небесном интересно что господь здесь говорит человек некий сотвори вечерю велию очень интересно потому что ведь на самом деле этот человек это бог отец да и господь называет своего отца называет бога человек некий то есть какой-то человек конечно здесь можно понять буквально что христос как бы показывает но обычную бытовую скажем так ситуацию но с другой стороны святые отцы углядывать здесь очень глубокий смысл почему называет бога отца христос неким человеком потому что во первых бог не познаваем нам и действительно даже если в данном случае а бог предстает перед нами в образе человека человека нам неведомого да то есть господь не называет его не дома владыкой не царем в данном случае а человек некий то есть не известный нам человек до конца никто из нас бога познать в этой жизни так и не может и зов на который мы идем в царствие небесное от ведомого и неведомого бога одновременно да от знаем его нами и незнаемого знаем мы через господа иисуса христа да но до конца познать бога мы не можем поэтому есть некая тайна кто зовет нас так мы верим и идем но до конца мы этого не знаем и дальше еще как говорит феофилак болгарский забыли люди бога к тому времени и соответственно потому уже неведомый для них да неизвестный человек бог которого они не знают вот такая как бы да здесь есть некий тоже упрек к народу еврейскому который к тому моменту внешне все соблюдал может быть данную тоже не вся его далеко часть но те хотя бы даже кто соблюдали сердцем от бога далеко отстояли да как мы это часто читаем в евангелии вот потому некий человек но человек этот собирает большой пир до большой ужин трапеза вели и приглашает на него очень много людей и соответственно здесь тоже кто эти званные на трапезу кто эти много людей как нам говорят святые отцы да все человечество потому что нет никого на этой земле кто бы ни был призван да то есть нет абсолютно ни одного человека которому не обращено призвание благовестие божие призыв божий абсолютно ко всем да поэтому очень много людей и вот что мы видим люди которые господь позвал через своего раба раб здесь это сам господь иисус христос сын божий пришедший на землю взявший на себя образ раба для того чтобы удобнее ему было позвать нас чтобы ближе быть к нам и вот люди начинают отказываться один говорит я купил поле другой купил пять валов третий женился тоже здесь конечно можно это понять просто как ну бытовые примеры типичные однако здесь есть двойной как бы такой смысл во первых это символы да мы сейчас об этом поговорим а во вторых вот с этого хочу начать это отсылает нас кто знает ветхий завет ко второзаконию 20 глава там говорится о том как должно призывать воинов когда израилю предстоит война да они должны вот воевать с окрестными народами и как должна призывать на воинскую службу мужчин тех кто только что женился и не успел познать жену то есть обручился с девушкой и не успел вот до брак состояться нельзя его призывать на воинскую службу кто не достроил свой дом и находится в процессе строительства нельзя призывать на воинскую службу то же То же самое, кто насадил виноградник или поля, и вот ждёт урожай, и не может воспользоваться ими. Но здесь, конечно, с мирской точки зрения, полководчески очень мудро, потому что человек, который такими вещами озабочен, вряд ли будет воевать с полной отдачей, скажем так, да. Ну и также это милосердный очень закон, потому что действительно на войне должно быть справедливо, и нельзя, чтобы, например, юноша, у которого осталась невеста, погиб, не успев быть со своей женой, зачать потомство, как и тогда это было очень важным делом для народа израильского, и чтобы кто-то другой потом взял его жену, его брат, например, который останется в живых, то есть чтобы кто-то воспользовался его, ну как бы скажем, плодами, его трудами, да, так что ли, это справедливо в отношении виноградника тоже дома, да, понятно. То есть вот таков был ветхий закон Моисеев, да, ветхий закон Израиля вот таким был, и это здесь сразу у нас перекликается, а в данном-то случае не на войну уже зовут, а на пир, да, почему Господь делает перекличку со второзаконием, да потому что этот пир, это финальный пир после войны, да, да, в принципе, те, кто званы на этот пир, они званы прежде всего на крест и на войну, о чём будет сказано дальше, соответственно, поэтому здесь и перекликается, и Господь говорит на эту войну духовную, в отличие от земной войны, на которую второзаконие не пускало людей вышеперечисленных, да, здесь все призваны, и нет оправдания, ни жена, ни виноградник, ни валы, ничего не является оправданием, каждый должен самоотверженно идти на эту духовную войну, духовную брань, итогом которой будет этот большой пир, на который Господь всех призывает, пир веры, пир соединения с Богом в Царстве Небесном. И вот символика здесь, конечно, есть, кроме бытового, просто примеры, есть символы. Так святые отцы нам говорят, у разных святых отцов, поэтому не буду сейчас загромождать именами, да, говорят так, что тот, кто паял поле, это те, кто купил поле, купил землю, да, и должен её осмотреть, пойти, не может поэтому прийти на пир, то есть отказывается от духовной работы, от духовного пути, да, своего, это те, у кого как бы глаза опущены к земле, то есть те, кто очень сильно преданы своим земным, материальным целям, задачам, может быть, даже иногда вполне и благородным, и правильным, но они не поднимают глаза к небу, к духовному, то есть они полностью приземлённые, да, как бы вот они видят только материальное и земное. Те же, кто пять валов купили, должны испытать их, святые отцы говорят нам, это пять чувств человека, это те, которые хотят испить до дна прекрасную чашу этой земной жизни, испытать всё, что можно здесь испытать, насладить свои пять чувств и живут по закону этих пяти чувств, а те, кто жену вот паял, да, и не может поэтому пойти на пир, это те, которые душу сделали телом, то есть, иными словами, подчинили душу своему, скажем так, телесному, недуховному, и таким образом как бы женились на своей плоти, ну, как бы, да, можно сказать, соединили душу с телом просто вот по плотским законам в одно целое, и как бы душу сделали плотью, то есть вот такой образ есть, по-моему, это у Максима Исповедника, могу ошибиться, ну, читала у святых отцов, и вот в результате получается, что, видите, здесь и бытовое, и есть смыслы в этом скрытые, так углядели святые отцы, которые толковали Евангелие, и вот поскольку отказались люди по этим причинам, то тогда Бог-Отец велит сыну своему, да, то есть некий человек-рабу, велит идти на распутие и позвать всех нищих, бедных, слепых и хромых. Это образ нищеты, конечно, духовной, не только формально нищие братья, потому что человек может быть нищим, просить милостыню, и при этом быть очень, скажем, гордым и корыстным, и жадным, и злобным. Не обязательно человек, если он беден, он автоматически хорош. Однако есть одна закономерность. Всё-таки люди, которые обездоленные в этой жизни, которые страдают, которые болеют, у которых горе какое-то тяжёлое есть в жизни, они что ли более мягкие делаются, они скорее откликаются на зов Божий. Душа, тело, как бы, да, тело смиряется болезнью, душа истончается, и такие люди скорее откликнутся на призыв Божий. То есть им уже нечего терять, они ни к чему не привязаны, нет у них ни поля, ни валов, ни жены, в прямом ли или переносном символическом смысле. Они свободны от этого, и их душа более нуждается в утешении, в этой трапезе, в защите от Бога. И они скорее отзываются. Но когда ещё осталось место, тогда уже пошёл раб совсем на пути эхологии. То есть уже в те места, где люди совсем даже Бога забыли и находятся в таком унижении от общества, в таком, как я не совсем верно выразилась, не то, что люди Бога забыли, я хотела сказать, как забытые Богом места, как мы бы сказали. То есть места, куда, вот правильно сейчас сформулирую, места, куда, казалось бы, луч Божья благодать уже просто не достигает. Люди совсем падшие, умирающие в своих грехах, болезнях, обездоленные, несчастные, то есть уже в самое дно. И туда Господь, то есть Господь доходит везде, Христос. Он идёт в самую бездну человеческого греха и немощи. И там зовёт, и те душеньки, которые ещё не ожесточились болезнями и страданиями своими, которые наоборот, от этого как бы стали более восприимчивыми, они откликнутся и войдут в Царствие Небесное. Хотя не трудились, не сели, не пахали, не сажали, не готовили эту трапезу, а войдут за счёт терпения своих скорбей и смирения. За что милует Господь несчастных? За смирение. Вот как мы читаем с вами в «Преступление и наказание», вот эта вот Сонечка Мармеладова, такая, в общем-то, страшная очень история. И вот она, находясь на самом дне, находилась в крайнем смирении, умирении и самоуничижении, и душа её была способна поэтому к настоящей чистой любви и к Раскольникову, и к Богу. То есть через это её спасение происходит, через крайнее унижение, через крайний грех и падение. Вот об этом же и здесь. То есть и туда Господь, Сын Человеческий, доходит, и оттуда вынимает. Но далеко не каждый, конечно, откликнется, это понятно. То есть тут зависит от того, как душа отзовётся. И вот дальше написано, что за Христом пошло очень много людей, да. Много людей пошло за ним. После таких слов, потрясающих совершенно. И Господь оборачивается к ним и как бы говорит, что вы идёте за мной. А вы знаете, вот как по-настоящему вы должны идти за мной. Вот вы хотите идти за мной. Вы сейчас физически меня преследуете, идёте за мной, да, толпой. А кто идёт за мной, пока не возненавидит человек отца своего, мать, жену, чада, братью, сестёр, даже душу свою, ведь не может быть моим учеником. То есть недостаточно физически идти за мной, идти в храм, идти на богослужения, участвовать в православных движениях, кружках, там, выставках, театрах, не знаю, концертах, чего угодно, по телевизору выступать, Слово Божие нести. Да, недостаточно этого. Человек должен отречься. Здесь, конечно же, все святые отцы, говорят, что вот эти образы мать, сын, дочь, отец, имеется в виду, ну, во-первых, действительно, родители, которые препятствуют приходу сына или дочери к Христу, которые удерживают и, скажем так, абсолютно не хотят никак смиряться и принимать духовный путь своего чада, своего сына или дочери. И в этом смысле нужно иметь твёрдость. Имеется в виду не ненависть к ним, Христос говорил, любите даже врагов ваших, не то, что родных и близких, понятно, нет. Ненависть имеется в виду к их образу мыслей, к пути, на который они толкают, допустим, юношу или девушку, или, да, пришедшего ко Христу. Конечно, это очень во многом касалось скорого за Евангелием периода мученичества, когда часто родители, язычники, всячески склоняли дочь или сына на брак, на поклонение идолам, например, и те мужество имели, любя отца и мать, но отказываясь мужественно от того, что они предлагали и шли даже на смерть. Но, и, конечно, здесь есть символическое значение. Мать, отец, брат и сестра, как пишут нам, опять же, да, святой Макарий Великий, по-моему, у него это есть, это наши плотские чувства и желания, они такие нам родные, но роднее отца и матери, согласитесь, да, наши желания, наши привязанности к мирским земным вещам, удовольствием ли, или к вещам, в прямом смысле слова, каким-то занятиям своим, там, да, если мы даже уже умом понимаем, что это не духовное, нам бы это оставить, нам это мешает для спасения, это нам дороже отца, матери, брата, сына, там, и так далее, да, то есть они нам прям родные, наши страсти, наши, что такое страсть, это дурная, греховная привычка, да, грех, вошедший в привычку, и вот это нужно возненавидеть и оставить, и даже душу свою, здесь имеется в виду душу свою в понимании земном, чувственном, мы очень часто любим себя, жалеем себя, мы не хотим полезной своей душе, вот почитайте, как в каноне Андрея Критского, Андрей Критский говорит со своей душой, да, как он ее распекает, как он ее уговаривает, как он ее поднимает, как он ее пихает в бок, душа моя, уподобься праведником, не становись подобной грешником, душа моя, а ты сотворила что-то похожее, как там Иаков, который работал, две жене сочетает, Лию и Рахиль, да, а ты, душа моя, бегай за поление Содомского, как Лот, убегай в Сегор, да, то есть вот эти образы, как он душу свою, вот он действительно не любит и по головке гладит свою душу, а он ее будит, поднимает ее на молитву, давай, вставай, да, вот как один монах в древнем Патерике, один старец заметил, как один новоначальный монах, когда в церкви начинали читать псалтирь, ну, обычно, да, где-нибудь же монастырях в древности были очень длинными, монахи многие и сидели, и дремали, какие-то моменты не выдерживали, а он всегда, когда слышал, придите, поклонимся цареве нашему Богу, он всегда вскакивал и очень низко клал поклоны, старец заметил, аккуратно спросил его, а почему, говорит, ты так делаешь, а я, говорит, отче, душе своей говорю, и разуму своему, душе и разуму, придите, поклонимся цареве нашему Богу, не спите, вставайте на молитву, то есть бужу их так, вот такой где-то я читала, да, то есть иными словами, не холите, лелеет свою душеньку, а заставлять ее трудиться, работать, поститься, молиться, работать Богу, да, вот эта духовная, душевная лень, это, наверное, всем нам близко и знакомо, и все мы себя жалеем, утешаем, тешим всячески, расслабляем, да, вот это типично для человека, а здесь вот она, вот в этом ненависть имеется в виду, да, то есть тут понимать, конечно, нам нужно так, так и толкователи нам пишут, и дальше, естественно, все это Господь суммирует, говорит, кто не несет креста своего, и вслед меня не идет, не может быть мой ученик, это уже о терпении скорбей, потому что подобные духовные работы, духовный труд, неизбежно сопряжены с терпением скорбей, сам ли человек себя утесняет, то есть загоняет себя на узкий путь, или же Господь скорбями, обстоятельствами человека на узкий путь ставит, да, вот тут мужество несения креста, и дальше Господь приводит два бытовых примера, строителя башни и царя, который идет на войну, и здесь Господь говорит нам о последовательности и терпении в нашей духовной работе, в смысле последовательности действий наших и постоянстве, потому что очень часто человек берется и бросает, да, потому что трудно, потому что пропадает первое вот это горение желания, да, что-то духовно делать, трудиться, иногда оно бывает, например, вот в пост, да, человек очень как-то загорелся, духовно приободрился немножко, почистился, а потом все уже, силы иссякают, соответственно, значит, может слишком резко взялся, тут надо рассчитать силы, иными словами, да, Господь говорит, как человек, который рассчитывает имение свое, сколько сил у меня займет и денег, да, в данном случае построить фундамент башни, чтобы довести дело до конца, то есть нацелиться на длительный путь, а не на то, что раз и в дамках, да, соответственно, вот об этом здесь речь, и то же самое царь, идущий на войну, он тоже рассчитывает силы, готовится, то есть Господь требует от нас серьезного и умственного, и духовного труда до пути к Царству Небесному, вот к этой вечере, большой вечери, на которую все мы, без исключения, приглашены, но ничто нечистое туда не войдет, соответственно, нам нужно прийти туда в брачных одеждах и дойти. Вот, вот такой потрясающий конец 14 главы, мы с вами прямо вот от субботней трапезы в Доме Фарисея до конца главы дошли, дальше мы с вами начнем читать 15 главу «Даст Бог в следующую среду», и сегодня я пока что с вами прощаюсь, хочу напомнить, что в это воскресенье, как мы и обещали в выпуске блога «Святая Земля сегодня», на сайте ТОПОС, в меню нажимайте ТОПОС ТВ в 14.00, в воскресенье, вас ждет бесплатная экскурсия нашего Рафаила по древним местам, уникальным раскопкам еврейского квартала, вы увидите сожженный дом во время осады Иерусалима 70-го года, пострадавший, сожженный дотла, вы увидите раскопки древней римской виллы, где жили богачи, квартал необыкновенно интересный, красивый, увидите город с высоты синагоги Хурба, побываете внутри синагоги, то есть это те места, которые не посещают паломники, но и туристические группы тоже далеко не все, поэтому мы назвали неизвестный Иерусалимский квартал старого города Иерусалима, неизвестный, еврейский, да, я сказала русалинский, неизвестный еврейский квартал старого города Иерусалима, экскурсия бесплатная, но, разумеется, если вы захотите Рафаила поблагодарить за работу, мы, как всегда, низко кланяемся, но доступ абсолютно всем бесплатный, и, конечно, малоимущим, пенсионерам, смотрите, на здоровье абсолютно никаких денег не нужно, так что вот на ТОПОС ТВ в воскресенье в 14.00, ссылочка на сайт ТОПОС в описании к этому видео, ну а кнопочку ТОПОС ТВ в меню вы нажмете, я думаю, это без проблем, так что ждем вас в воскресенье, ну и в пятницу надеемся выйти с очередным выпуском «Святая земля сегодня», как обычно. Ну вот, мои дорогие друзья, всех сердечно обнимаю, желаю вам хорошего дня, и до скорых встреч!